приветствую вас в третьей части по вязанию без рукавочки полосатой и так я переодела на спицы наши открытые петли если у вас нет возможности допустим одного диаметра спицы одевать то не переживайте одевайте разные это принцип роли не собирают и так улаживаете нашу жилеточку перед лицевой стороной к себе и дальше берете спинку ложите сверху и он уже изнанкой к себе вот таким вот образом чтобы у вас лицевая сторона было середине и прилаживаете вот так вот две части плеча они у вас должны быть на спицах еще раз повторюсь и по 12 день берете третью спицу я вот вытащу пока отсюда берете третью спицу и начинаете провязывать совмещать плечевые швы смотрите делаете таким образом две спицы так вот держите вместе и 3 спицей так вот прокалываете первую петельку с первой спицы и первую петельку со второй спицы середину зацепляете нее кому неудобно первую можете сделать крючком мне например не очень удобно поэтому я буду делать крючком делайте как лицевую петлю с обеих спиц и снимаете то же самое делаете и со вторыми петлями с первой и второй спицы тоже лицевую у вас на третьей спице получилось две петли вы делаете с первой на вторую протяжку снова зацепляете третью петлю из первой и со второй спицы и снова делаете протяжку снова делаете лицевую с первой и со второй петли протяжку с первой и со второй петли протяжку нам нужно сделать так до конца этого ряда до количества петель 12 штучек. Вот нам нужно 12 протяжек делать, смотрите ли. И так делайте до конца. Две вместе провязываете лицевой протяжкой, две вместе лицевой протяжкой, две вместе лицевой протяжкой, две вместе лицевой снова протяжка у вас количество петель одинаково поэтому количество по 2 у вас должно быть тоже одинаково вот и последняя лицевая подтягиваете все чтобы у вас ничего не упало не отпало делаете до последней петли протяжку я подтянул я здесь не закрепляла ниточку здесь вы вытягиваете последнюю петлю вытягиваю что у нас получается снаружи смотрите нас получается плетевой шов очень очень аккуратно вот смотрите вместо сшить ну как бы нам вам не придется его сшивать брать нитку иголку то есть это очень аккуратно смотрите как с изнаночной стороны он такой не грубый шовчик не будет давить ничего ребеночка и снаружи очень аккуратно выглядит вам нужно обработать и второй край плечевого шват точно так же мы сшили наши плечики обработали местные ниточки в общем не обрезайте как бы коротко мы их потом уберем в ходе процесса теперь нам осталось сшить боковые швы смотрите помните мы оставляли по метру ниточки я вам говорила для пришивания боков теперь в общем берем крючок муки если вам удобно иголочкой шейте иголочкой но мне например удобно крючком вводите петелечку в одну вот смотрите крайние наши такие вот косички если вы посмотрите самый край вы увидите такие вот косички мы делали кромочные петли для того чтобы вот эти вот косички образовались теперь смотрите тыкаете в одну косичку а вторую косичку захватываете кетелечку теперь снова в одну косичку крайнюю с одной стороны крайняя и со второй стороны крайнюю и делайте своего рода протяжку только крючком теперь снова в одну косичку во вторую косичку вытягиваете ниточку и как соединительные столбики крючком делаете и так каждую каждую косичку если вы вывернете на лицо вы увидите что очень ровно получается краешки наши очень так хорошо и не слишком у нас будет много шва в общем шоу получается довольно таки аккуратно я вам сейчас покажу вот смотрите шоу получается очень аккуратный и с наружной стороны получается видите вот он не видно продолжение косички так вам нужно сшить либо я же говорю что либо если вам не очень удобно вы можете взять обычный ну то есть не крючком а обычной иглой с ниточкой заправляете и сшиваете вам нужно шить но вот этих вот наших протяжек убавлений на в общем перед рукавчиком вот до этих пор вам нужно сшить одну часть и точно также вторую часть вот так сошьете тогда посмотрим что делать дальше вот мы закончили сшивать нашу безрукавочку выполнили боковые швы плечевые швы и сейчас я попрятала вот кончики мы приступим к обработке горловины итак берем ниточку так как я начинала здесь с бежевого цвета то я буду и обвязывать бежевым цветом берете ниточку делаете воздушную петельку и эту воздушную петельку переносите крючком первую петелечку вот если вы обратите внимание делилась наше наше вязание делилась на две части делайте еще вот такую вот 5 петельки теперь между двумя рядами лицевыми если вы обратите внимание вот здесь вот ряды лицевые между лицевым рядом делайте столбик без накида а теперь крайнюю петлю лицевого ряда вот эту крайнюю петлю косички снова сделайте столбик без накида теперь между косичками столбик без накида снова последнюю петлю косички нам нужно так по краю вот так вот смотрите чтобы у нас был ровненький красивый краешек нужно обработать столбиками без накида рядом и так будете чередовать косичку между косичками косичку между косичками и так нужно делать по всему кругу вокруг делать столбики без накида тем самым выравнивая край и так вот его делать более аккуратно я бы сказала вот так вот смотрите вам нужно обработать вот так вот смотрите выравнивает краешек ну как может не совсем выравнивает но делайте старайтесь более аккуратнее и так нам нужно по всему кругу спинки и вернуться сюда же столбиками без накида как вы видите я закончила обвязывать столбиками теперь нам нужно с этих петель набрать петелечки для того чтобы обработать край резинка 1х1 так как и здесь мы берем в каждую петелечку мы из нее будем вывязывать петелечку абсолютно с каждой вот я беру крючок и нанизываю петельки потом переодеваю их на спицы можете взять чулочные спицы можете взять те которыми вязали можете круговые взять то есть кому как неудобно кто какие хочет в принципе это я не думаю что это так важно и как то ну я беру всегда чулочные максимальные размеры которые есть ну вот таким вот образом я на ней перейду вот смотрите и продолжаете вот так вот вывязывать петелечки на спицы и так нам нужно по всему кругу набрать петли но я обычно набираю я же вырешу на чулочных спицах на три штучки то есть одна спинка и две спереди после того как наберете мы продолжим вот я набрала на спицы петелечки смотрите у вас должно вот так получиться с каждой с каждого столбика без накида петелечки и теперь мы будем вязать только в одну сторону то есть мы не будем вязать круговую а будем возвращается то есть сначала допустим в одну сторону а потом возвращаться с изнаночной стороны в другую сторону поэтому обратите внимание вязание не в круговую и так первую петелечку снимаете кромочную вторую вяжите изнаночную и снова лицевую изнаночную лицевую изнаночную И тоже формируйте, как и снизу, резинку один на одну. Лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную. Так до конца ряда. Вы должны закончить на третьей спице в конце ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Смотрите, чтобы у вас не было как бы дырочек. То есть обращайте внимание на то, чтобы у вас вязание было аккуратным с лицевой стороны. Потому что на лице, как говорится, будет потом видно, хорошо ли вы потрудились. Вот я спицу закончила. И продолжаете. То есть если вы здесь закончили лицевой, начинайте с изнаночной. Либо если вы закончили с изнаночной, начинайте с лицевой. И так до конца третьей нашей спицы. Вот я довязала третью спицу. Разворачиваете вязание. И теперь вяжете с лицевой стороны. Над изнаночной, изнаночной. Первую кромочную снимаете. Вот лицевая, значит вяжете лицевой. Изнаночная, значит изнаночная. Лицевая, лицевой, изнаночная, изнаночная. И смотрите по рисунку. У вас должны петли ложиться резинкой 1х1. Одна на другой петельке. Итак, резинкой 1х1 нам нужно провязать 2,5 см. Это рядочков 7-8 см. То есть мы сейчас вяжем второй. Еще провяжите рядочков 4-5 см. Посмотрите, если вам достаточно будет ширины резинки, можете заканчивать. Я сейчас тоже по ходу вязания буду смотреть. Закончу 6 рядов провязывать вот так вот резинкой 1х1. И там посмотрю, может мне будет уже достаточно. Я потом включу камеру и скажу вам, то есть, сколько я себе сделала рядочков. Я думаю, сантиметра 2 достаточно будет. Вам 2,5 см не нужно. Это уже 2,5 см, 3 см это уже на взрослую жилетку обвязывает. Поэтому я не думаю, что здесь много нужно. В общем, заканчивайте ряд. Проряжите еще рядочка 4-5 см. Посмотрите, что у вас будет получаться и понравится ли вам та ширина. Когда наберете ширину резиночки нужную, я вам покажу, как красиво закончить край. Вот я закончила провязывать. Сейчас вам скажу, сколько здесь рядочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, как я и говорила, 7 рядочков, 7, 8. В общем, отрываете ниточку как можно длиннее. И вставляете в иголочку. Теперь, смотрите, мы будем зашивать и пришивать тикотажным швом. Сейчас я максимально ближе. Теперь смотрите. Первая петелька у нас лицевая, вторая изнаночная. Если у вас наоборот, от этого и отталкиваетесь. Смотрите, заводите иголочку под первую и под вторую. Но первую снимаете на иголочке, вторую просто захватываете. И в образовавшуюся петельку, ниточку, вот эту иголочку вводите. Затягиваете, но не плотненько. Теперь смотрите. Так как у нас первая изнаночная, то вводите за ее иголочку. И за вторую, но не снимаете. Первую снимаете, вторую не снимаете. И снова образовавшуюся петельку вводите иголочку с ниточкой. Вот. Тоже сильно не затягиваете. Теперь у вас первая на спице лицевая. Поэтому перед вводите, перед второй. И снова в образовавшуюся петельку снова ниточку вот так вот развиваете. Теперь первая изнаночная, значит за нее. И за вторую, снова в петельку, ниточку вот так вот развиваете. Теперь первая лицевая, значит перед ней. И перед вторую. Снова в петельку. Первая изнаночная, значит за вводите. За. От того, как вы вводите перед или за, зависит качество потом трикотажного этого нашего шва. Если соблюдать небольшие такие правила, то у вас получается, смотрите, как продолжение косички. Вы потом увидите, что у вас заканчивается как продолжение косички. И с этой стороны, и с этой стороны. Красиво будет у нас. Теперь снова. Первая лицевая, значит вводите перед работой. Если первая изнаночная, то за. И вот так вот продолжаете до конца ряда. Петельку продеваете, первую снимаете. Вот лицевая перед. Изнаночная, за. Обязательно снимаете первую. Вторую просто захватываете. Вот и снимаете. Вот показывавшуюся петельку. Снимаете. Это называется обработка края трикотажным швом. После того, как вы закончили трикотажным швом края, обрабатывать мы вывернем, так как это мужская жилеточка, то мы будем делать наклон, получается, левой стороны на правую. Если же это будет у вас женская, то правую на левую. Вот так вот. Вот. У меня будет мужская, поэтому я сейчас, вот я как раз закончила, и буду пришивать вот эту внутреннюю часть вот так вот к шву. Просто наметывая, то есть не обязательно там что-то выдумывать, выгадывать вот так вот. Обычный наметочный швом обычный. И после того, как вы пришили к этой части, нам осталось, вот видите, краешек получился аккуратненьким, нам осталось пришить к этой части. Я тоже буду пришивать самым обычным швом. Просто пришиваем сюда к нему. Старайтесь аккуратнее, потому что это лицевая сторона. Ну, в принципе, я вам скажу, что как получится. У меня это жилеточка домашняя, поэтому я сильно не рассматриваю, как говорится, все неровности, все точности. Мне это домашнее. Если же вы будете вязать для ребеночка там детский садик или куда-то, то там уже, конечно же, желательно не постараться. Я с изнаночной стороны сейчас закреплю ниточку. И горловинка у нас, как вы видите, получилась очень аккуратная. Хотите, сделайте ее шире, хотите, луже. Я, например, мне нравится такая пошире, потому что здесь у нас тоже резиночка, вот видите, широкая. Ну, я как-то считаю, что нормально. Единственное, что я сейчас смотрю, можно было повыше сделать нашу пройму повыше. Ну, я же говорю, что это домашняя жилеточка, поэтому я, мне кажется, так будет достаточно и нормально. Сейчас я вот закреплю на изнаночной стороне нашу ниточку. И будем приступать к обработке наших проймочек. Итак, сейчас приступаем к обработке проймы нашей, проймы. Я, честно говоря, долго думала, как бы мне обработать пройму. Сначала хотела так же, как и, в общем, нашу горловину, как и начало, резинка 1х1. Конечно, можно было бы. У нас ширина позволяет, ну, то есть для резиночки. Но, честно говоря, я почему-то так подумала, что если я сделаю столбики без накида, тем самым я, вот, смотрите, уберу краешки цвета вот этих вот переходов наших полосок. у вас, я думаю, тоже здесь очень много было разных ниточек, разного всего, то я решила почему-то, вот, видите, я их спрятала сюда, в серединку, так сказать, и решила, в общем, вот таким вот простым способом обработать нашу пройму. Тем более, я же говорю, что она широкая, и будет, в принципе, вот этот край, если так обработать, то она будет такая, как домашняя жилеточка, то есть под любую кофточку она подойдет, может, ну, поддеть под курточку какую-то, под шутку ребенку, ну, то есть на улице. Я думаю, что вот этот широкий, широкую пройму, мы, ну, хорошо, что сделали. Я же говорю, можно будет одеть под какую-то рубашку, либо кофточку с широким рукавом. Поэтому, в общем, кто хочет, конечно, можете сделать так, как мы делали нашу горловину, то есть наберите, провяжите эти столбики без накида по кругу, и наберите с них петли, провяжите, точно так же и закройте нашим трикотажным швом, как мы делали в горловинах. Если же хотите, я вам покажу, как закрывала я вот здесь. Очень, очень простой способ, берете снова, вот здесь вот фиксируете ниточку между ручкой, ну, так сказать, подмышкой, вот здесь вот, наш, наш веток, и тоже в каждую петельку, в каждую, здесь вот набираете столбики без накида, провязываете, в каждую, в каждую, вот здесь вот пройму, вот пройме вы увидите, вот, вот каждая косичка, я набираю столбик без накида, то есть, если есть здесь такой вот зазор между косичками, то я между ними, а потом снова в косичку, снова между ними, потом в косичку, ну, то есть, я смотрю уже по обстоятельствам, как бы, как мне лучше провязать здесь столбики, ну, и когда вы будете провязывать столбики, эти без накида, вы обратите внимание на внутреннюю сторону, под столбиками вы прячете вот эти наши остатки ниточек, я их немножечко попрятала, но, в общем, остатки их можете спрятать под вот эти столбики, оно очень плотненькое вязание, поэтому, в общем, когда закончите столбик, я вам покажу, как мы обвяжем, мы будем обвязывать легким способом, крючком, мрачий шаг, вот я провязала все петельки столбиками без накида, и теперь буду вам показывать, как вязать врачий шаг, конечно, многие вяжут его по-разному, но, я знаю такой один способ, и мне он более, ну, понравился, делайте две воздушные петли, и через одну петлю вводите, вот так вот, захватываете ниточку, и протягиваете ее, теперь снова, один, два, через столбик, захватываете, делаете петлю, через две петли выводите, снова две воздушные петли, снова заводите, почему рачий шаг, как вы видите, мы вяжем с вами наоборот, то есть, не справа налево, а слева направо, вводите, вытягиваете, через две петли вытаскиваете, снова две воздушные петли, через петлю назад, вводите, вытаскиваете, протягиваете, две воздушные петли, через петлю, и через две петли, вот так вот, Раз, два, через петлю возвращаете, вытягиваете. Раз, два, через петлю захватываете, вытягиваете через две. Опять раз, два. Можно через одну петлю делать одну воздушную петлю. Но мне нравятся две. Вот видите, получается так более пышно, воздушно. Мне нравится так. Вот, снова один, два. В одну петлю. Снова один, два. Вытянули. В общем, все очень просто. Продолжаете таким образом до, вот так по кругу, до места, откуда начали. То есть до вот этой вот, до нашего шва. Сюда возвращаете. И я вам включу, покажу, что у меня получилось. Вот у меня получилась вот такая вот жилеточка. Вот. Резиночку мы сделали плотненькую. Здесь мы все сделали очень аккуратненько. Здесь обвязали горловинку нашу, проймочки. Все получилось довольно-таки, смотрите, аккуратненько. Ниточки спрятали. Все здесь тоже. Благодаря нашему обшиву, такому, скажем, столбиками без накида и рачьим шагом, здесь у нас все получилось аккуратненько, не слишком грубо. Хотите, я еще раз повторюсь, обработайте наши проймочки, как и здесь, резиночкой один на один. Хотите, можете поменять резинку два на два провязать, допустим, здесь, точно так же здесь обработать резинкой два на два. Проймочки можете сделать немножечко попороче, если вам такие слишком широко. Я вязала домашнюю безрукавочку малышу бегать, как говорится, по дому. Хотите, свяжите пинеточки под, скажем, под этот, под эту безрукавочку наборчиком. Хотите, домашние папочки. Я, например, вязала с вот этого цвета носочки, с этого цвета пинеточки, вот у меня остаточки пошли на жилеточку. Я взяла основной цвет, бежевым сделала. Хотите, вяжите, вообще можно с остатков полностью. То есть, я вязала несколько раз, у меня оставалось более 30 видов пряжи по маленькому буквально моточку, по несколько метров. Я вязала слишком разноцветную. Это ваше желание, ваше, как говорится, фантазия. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока, ровных петелек вам!